Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Психология отношений». Кому интересен данный контент, история жизни, психологии отношений, про РСП, про сайты знакомств, про все про это. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни, психологии, отношений», чтобы посмотреть предыдущее видео. Также на канале датированно показываю влоги, мужа, детей, покупки, все дела. Тоже кому это интересно, можете тоже все это смотреть и покупки в Альберс. Отдельная рубрика есть на канале. Также подписывайтесь на мой Бусти канал, где мы будем с вами общаться в режиме онлайн, ну стримы, прямые эфиры. То есть абсолютно свободно можем говорить на любые темы все вместе. Ссылка под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Оформляйте подписку уровня, прямые эфиры, стримы и будем общаться. А сейчас как бы тема, собственно, у нас будет исходя из такого очень интересного комментария, длинного. Значит, будем это дело разбирать. РСП. Женщин, отношения с женщиной и, ну немножечко, зачем мужчине жениться и мужское движение. Да, то есть смотрите. Я вам зачитываю сразу комментарий. Чтобы создать семью, зачем мужчине жениться, чтобы создать семью, чтобы иметь близких людей, вот самый простой ответ. Однако, пишет человек большими буквами, мужчина, конечно же, самый близкий и родной человек для мужчины это Бог. Тоже большими буквами. О, как залепил. Баба это партнер-враг, вот так вот сразу агрессивно, вот так вот сразу враждебно. Который вам нисколько даст, сколько выжмет из вас все соки. Поэтому женщин любить не надо. Они недостойны любви. Интересно, а вы свою мать любите? Вот автор этого комментария или может быть нет? Ну не обязательно каждый человек обязан любить собственную мать. Матери тоже это люди, они бывают разными. Тут, конечно, вопросов нет. Но он так пишет. Женщина враг, любить ее не надо. Она недостойна, как будто женщина не человек. Ну, в принципе, где-то такой подтекст и присутствует. Так, значит, женщин любить не надо. Они недостойны любви. Кто-то скажет, ну есть же хорошие женщины. Давайте проведем простой эксперимент. Возьмем условного мужчину и познакомим его со ста женщинами. По порядку. А теперь вопрос. Со сколькими женщинами он сможет построить отношения? Ответ. Не с одной, тоже большими буквами, восклицательный знак. Прям много эмоций. Вы спросите, почему? А я вам скажу. Потому что все женщины учатся друг у друга. У них один мозг и одна матрица. Как будто женщины, я повторяю еще раз, это не люди, это какая-то субстанция, это какие-то биороботы. Да, так интересно как бы. Значит, они просто непригодны копии друг друга. Простите, а кто тогда будет рожать людей? Вот кто? Мужчины, что ли? Ну, к этому мы и вернемся. Мужики тоже разные. Хорошие, плохие. Но бабы разные, с одинаковой прошивкой никчемной женщины. О как. Да, забыл добавить к своему комментарии. Мужское движение – это движение прозревших большими буквами. И мужское движение, и прозревших, все это выделяло. Прозревших мужчин, которые увидели и осознали всю женскую суть. Поэтому от них исходит огромное желание донести до всех мужчин правду большими буквами о женщинах. И когда число прозревших мужчин будет становиться все больше и больше, этот правдивый голос будет становиться все громче и громче. Так, что бабоньки, держитесь. Свободу вам, свободу нам. Да, будет вам счастье и вам, и нам. То есть, понимаете, такой призыв, такие посылы, все это так выделено, так эмоционально. Золотые буквы золотого правила, большими буквами, внимание. Мужчина никому ничего не должен, восклицательный знак. Стесняюсь спросить, а женщина кому-то что-то должна? Я думаю, что такому мужчине действительно никто ничего не должен. Он никому ничего не должен, подобные мужчины. И ему, соответственно, тоже никто ничего не должен. И сидит он такой в гордом одиночестве, зато я такой крутой. И вот так вот написывает в интернете. А что ему еще в жизни остается? Только вот написывать. Он должен только самому себе делать свою жизнь счастливой. И женщина это не его счастье. На что это похоже? Нет, ну давайте так уже откровенно. На что похож данный комментарий? Это либо пишет человек с другой ориентацией. Ну такой, знаете, голубенький пишет. Правда же? Который хочет побольше мужичков, там мужчин, свой клуб загробастать. Скучно ему там одному. Или там, ну как бы, да? То есть, ну это настолько откровенно. Там не говорится про РСП, да? Про женщину, у которой есть ребенок. Нет, там говорится о женщинах в общем и целом. Да, то есть, любая женщина, она непригодна для отношений. Она не может делать мужчину счастливым. И поэтому он должен быть с кем? Один? Ну не все люди хотят быть, ну один, допустим, человек. Ну не каждый человек захочет жить один. Многие люди хотят, чтобы у них была жена, чтобы она, значит, как головой партнер рядом была, чтобы как мать детей, чтобы она там быт обустраивала. Просто он не хочет быть этим скучным, одиноком. Да? Или что? Или, я говорю, это призыв жить друг с другом. Ну очень похоже. Либо я не удивлюсь. Вот знаете, хотелось бы, конечно, посмотреть на данного комментатора. Ну просто любопытно, кто он такой, что он пишет подобные комментарии, что он из себя представляет. Либо это, я говорю, не удивлюсь, если это обычный семейный мужчина, который женат, у него нормальная жена, дети, все дела. Просто он занимается такой вот пропагандой. Как вот, ну есть частично, да, вот МД, вот мы уже обсуждали, у меня есть видео на канале. Это в лейлисте или психология отношений. Что такое мужское движение на самом деле? Да, там, конечно, много таких мужчин, которых обидели женщины, которые кинули на деньги, которые их разозлили, давайте скажем так. Там есть, конечно, вот кто вступает в этот клуб, но основатели всего этого, одна голова, которая хочет, чтобы другие мужчины на это велись, чтобы прошить, как вот они говорят, их мозги, влить в нужную информацию. Это самая настоящая пропаганда, чтобы семьи не создавались, чтобы люди не размножались. Ну неужели это не очевидно? Неужели ещё кто-то будет думать, что это что-то другое? Нет. Просто тут столько вот эмоций, столько сердца, столько пафоса. Кто-то хочет жениться, тот женится. Для него это счастье. Кто-то не хочет жениться, тот не женится. Для него счастье быть одному. А это просто какой-то призыв, понимаете? Поэтому это, конечно же, наводит на определённый вызов. Знаете, вот я сейчас прямо вспомнился такой пример. У меня вот есть знакомый один такой, которому, в принципе, действительно не надо было жениться. Вот он настолько вот это не его, но он повёлся, как у всех. Ну как у всех, скажем, да? Да, так вот, типа, как вот стадо, стадо должно жениться. Но это немножко в другое, как бы стиль перевожу противоположно. Нет, я на самом деле говорю, что кому-то надо жениться, кому-то не надо. Есть люди, которым действительно на самом деле это не надо. Но они не будут кричать об этом на каждом углу. Ну вот правда, потому что им просто не будет до этого дела. Они живут своей жизнью и всё. Так вот этот мой знакомый, который всё-таки женился, повёлся вот на это стадное чувство, потому что все друзья уже попереженились, он тянул до последнего. Там чуть-чуть даже за тридцатник перевалило. Он встречался там с замужней сначала, ну как бы, да, время проводили, они вместе работали. А потом на этой же работе стал встречаться с другой. А девушкой, ну как встречаться, она за ним ухаживала. Она добивалась его несколько лет, потому что она объективно, объективно, очень некрасивая. Очень. И вот он когда, ну помню, раньше говорил, я никогда в жизни не буду никаких отношений заводить женщины, которая вот, как он сказал, Катя Пушкарева, ну помните, да, это те реально, родись красивой. Только там симпатичная девочка. Ну когда все увидели, кого он привёл в качестве жены, он раскрывал полугода, все просто ахнули. Но потом привыкли к ней, к человеку привыкать, к человеку она очень даже такая, ну нормальная, харизматичная, общительная, контактная, не злая, умная, с высшим образованием, с квартирой, у него квартира, у него хорошая работа, у него хорошая работа, она никогда замужем не была, он никогда не был женат. Ну как бы нормально всё, да, в этом плане. И вот он женился, и проходит, ну как, много лет она за ним ухаживала, по театрам, по филармониям, я, наверное, уже рассказывала это. Но он настолько поменялся с тех пор, он такой злой, он такой бешеный, хотя она как, ну нормальная, да, но это просто было не его. Родился ребёнок, да, ну казалось бы, всё как у людей, но получается, что ему вот и конкретному мужчине это было не надо, а развести всё не может. А что люди скажут, все должны быть в браке, это тоже как бы, знаете, вот я как пример привела таких перегибов. То есть все кричат, кто-то вот МДшники, не надо жениться женщины, это зло, ну понятно, да, что это такое уже на самом-то деле. Я уверена, часть людей, сейчас секундочку, которые кричат, об этом они женаты сами, вот просто на самом-то деле, да, у них нормальная семья, они просто вот по ушам ездят, и на благодатную почву это ложится, у кого какие проблемы в вечной жизни, и да, 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 и так вот разносится эта информация для каких-то мужчин, которые уже развелись, и да, второй раз они никогда уже не женятся. Я думаю, что в основном в состав МДшников входит алименщики, то есть те люди, которые уже, да, были, состояли, платят. Молодых парней, которые только начинают свою жизненную кучу, я, честно говоря, думаю, что их там нет, вот правда, их там нет. Потому что, ну, такие вот каналы будут смотреть, такая информация будет интересна людям, которые уже, ну, как-то вот, ну, я не буду говорить обиженные, но все люди в какой-то степени кем-то обиженные по жизни, ну, что-то такое есть. То есть психика уже немножко у них такая поломанная, вот и все. Поэтому не надо вестись на это общественное мнение, либо обязательно надо жениться, потому что, как у всех, как парень из этой истории, а сейчас он злой, бешеный и несчастный, вот откровенно я просто знаю, что он именно такой. Может быть, с этой конкретной женщиной, именно такой вот, ну, как бы он скрывает ее от друзей, он ее никому не показывает, его, наверное, это гнетет, что она вот такая вот, да, ну, некрасивая. Может быть, просто у него уже какие-то комплексы в связи с этим. Может быть, ему вообще эта семейная жизнь нафиг не упала, да, то есть надо делать, как ты хочешь. А если мужчина, например, хочет жениться, вот думает, а попался вот такой ролик, он туда тоже, ну, если он будет такой, знаете, ведомый, вот ему по ушам поесть, ляв, как это плохо, все женщины такие крокодилы, помните, как у меня, да, это вот уже комментарий такой был, и он тоже не будет думать своей головой и не будет жениться, да, такое может быть. Поэтому любое навязывание, наверное, не очень хорошо. Ну, с другой стороны, темы, конечно, разбирать надо, но вот такие вот, как эти комментарии, просто пропаганда какая-то, так вот смотришь и думаешь, ну, есть же люди, которые на это ведутся, которые не живут вот своей головой, не думают своими мозгами, а думают чьей-то головой. Ну, да ладно, это из той же серии, что вот у каждой женщины один мозг, и каждая учит друг друга глупости. Также можно и про мужчин сказать, один мозг, и какую-то там гуру учит их жизни, и некоторые ведутся. Ну, вот еще раз немножечко про мужское движение, про РСП, про все про это. Пишите свои комментарии, предлагайте темы для рубрики «Психология отношений», будем все это дело обсуждать. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.